Гоша, прости меня, я честно могу даже вот растернуть ее, я на всякий случай просто чтобы не заболеть одел сверху еще черненькую кофту. Друзья, на улице очень приятная температура, сейчас я вам все расскажу и покажу, мы находимся сегодня на Джимате. К этому видео Дмитрия Малахова я прошу прикрепить видеосюжет с проходом от верхней дороги через вон там и через туда. Димка, я тебе на эфире рассказывал про это видео, если вдруг найдешь, просто подписчики интересуются, сколько оттуда им ходить там, и денежку предлагают и все, если вам этого видео не хватит, то тогда уже сделаем как бы там на заказ для вас видеосюжет, пока вот чисто от души просто за него уже платили, его уже я делал, то есть сейчас я вам приглашаю, предлагаем прогуляться со мной по гостевому проезду, посмотреть на наше солнечное, прекрасное, я просто восхищение, я просто по прогнозу посмотрел, друзья, у нас обещают 10 дней подряд плюс 15 днем, сегодня еще до плюс 12, а завтра и вот пошел до плюс 15, и это просто сказка, вот она, ах, ну я думаю, что даже начнут деревья, листики выпускать, все цвести, но это же не варим, блин, нет, рано, рано, жди погода, ну я хочу, может быть, сегодня искупаться еще этим, все, пойдем. Итак, начнем, здесь даже воду не убирали, я единственное не вижу, рыбок нет, по-моему, все как было, так было, так и работает, ну потому что розов что-то в этом году не приходило, на Пеневском проспекте я увидел даже вот двух людей, прогуливающих, вся, и это прекрасно, хочется больше зелени, сейчас посмотрим, почки тут вдруг, вдруг, нет, все еще спит, хотя я вам скажу, смотрите, почечки появляются, так, ну и мы идем гулять, зелень Пеневского проспекта пока-пока, на улице в принципе тепло, флисовая кофточка, ну нет, все-таки не зря я оговорился, на солнце тепло, вот в тенечек зашел, все-таки прохладно, в эти дни очень сильно, у нас погода меняется очень сильно, очень часто, смотрите, люди уже готовятся, универмаг здесь будет функционировать, вовсю, подготавливают, готовят полочки, делают ремонтики, чтобы было все готово к вашему приезду, все было красиво и супер хорошо, здесь все вот эти подпорки, которые стояли, все поубирали, странное решение, ну дай бог, чтобы не упало, продам ралет, написано, то есть тут ралеты в собственности, не сдам, а продам, сейчас такую рекламу увидел, это сколько у меня не было на гостевом проезде, я сейчас шел и чуть не обомлел, Динамо 2, парковка здесь есть платная, вот, кстати, спрашивают в этом районе, кто, смотрите, вот, не знаю, ценник на Динамо 2 актуален или нет, ну и я покажу, кто отдыхал, пишите, как вам там было, в пансионате Динамо-то, видите, посмотрите, какой домик вырос, ну, здесь претензий нет, когда я прошел, пора снял, появился паспорт объекта, есть разрешение, хочу еще поблагодарить блокнот Анапа, они тоже, они остались в стороне, но я отдельно видеосюжет запишу на эту тему, по речке Можепсин, у меня был видеосюжет, они написали обращение в администрацию, администрации, вкратце расскажу, ответили о том, что участок передан на 60 лет в аренду, и разрешение на строительство там еще не выдавалось, то есть если вдруг сейчас прям начнет устройка, то она будет незаконна, но это не значит ровным счетом ничего, это значит то, что если вдруг будет надо, и заявка поступит на этот объект, то ее, я так понимаю, выдадут, то есть на разрешение на строительство на речке, там правильно написали, что люди начали переживать, как сейчас из-за отсыпки речки Анапки подтопило в Анапской некоторые дома, из-за отсыпки вот в бассейна, да, который, ну я думаю, понимаете, где там стройка идет, в Алексеевке, я в шоке, вот это скорость строительства, ребята, то есть здесь они, увидев, что я хожу, снимаю, сделали все вот так вот, кто-то выдал разрешение, вот оно все есть, то есть претензий к ним никаких быть не может, то есть они делают все по закону, раз, два, три, четыре, да, четыре уже этажа, и там пятый, я уже смотрю, будет. Кто выдает разрешение на пятый этажей, вы сейчас только что увидели, можете задать вопрос в администрацию, как так, как так, просто как так, ну да ладно, я сегодня не хочу вообще уходить ни в какой негатив, сегодня просто сверх супер погода, и у меня интересная съемка должна получиться, тоже по одному из объектов, в одном из поселков, возможно, если успею сегодня на выйти, если нет, то завтра смотрите, для тех людей, кто ищет варианты для ПМЖ, вот как мне говорили, ты там против того, чтобы сюда люди приезжать, да я за, 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 всеми руками за, да, чтобы люди меняли условия на более комфортные для них, и видео снимается только для того, чтобы эти условия действительно были более комфортными, а не люди из огня до вполы у меня приезжали, понимаете, чтобы менялся, как бы, менталитет, отношения, чтобы администрация города делала, рассказывала о том, как вот классно здесь будет строиться ЖК и когда-нибудь школа, а сначала сказали, вот здесь построил этот ЖК школу, а дальше он будет строить вокруг нее дома, как-то вот такая, да, степень изменений нам нужна, тем более, даже Кондратьев, это наш губернатор Краснодарского края, сказал, что должны быть застройки у нас, в нашем крае, вестись комплексно, то есть со строительством всей инфраструктуры, а потом уже все остальное, это тоже Динамо, и здравствуй, сначала песок, раньше мы отсюда уже видели море, те, кто давно тут не был, как и я в том числе, наверное, очень сильно удивятся, давайте глянем, какая температура, вот здесь солнышко зашло небольшую, так, я походу, а нет, фу, я испугался, думал, градусник потерял, нет, все хорошо, температура воздуха 9,4, но на солнце, я вам хочу сказать, было гораздо теплее, и дальше от моря было тоже гораздо теплее, сейчас, вот только стоило солнышку немножко зайти, и все изменилось, и вот смотрите, теперь я объясню, почему я рассказываю, что разрушение дюн, это плохо, вы видите, какой объем песка сюда принесло море с ветром, значит, если там был проход мимо вот этого туалета, и все было гораздо ниже, да, а теперь давайте подумаем, откуда взялся этот песок, то есть он взялся с берега, его ветром сюда надуло, то есть если бы дюны были как высокие, видите, те дюны, я на них фотографировал, они даже не видоизменились, потому что ветер их не продувает, то есть он сразу поднимается вверх, здесь, так как дырки, создавались трубы, такие как воздушные, да, и в них гнало песок, и песок улетал туда на джимоте, ну и частично осаживался здесь, да, то есть вот ровно на вот этот объем песка уменьшился берег, и каждый год, когда выкапывают проходы к морю, многие хотят, чтобы там были прямо непрокопные, чтобы, не дай бог, нам в горку не попадали, я за деревянные настила, по которым можно было бы ходить, о, кстати, квадрокоптер полетел, такой большой, и против того, чтобы убирали эти горы, потому что весь песок, который приметает обратно, после лета, он уходит с пляжа, из-за этого пляжи становятся уже, я понимаю, что людям с ограниченными возможностями тяжелее будет передвигаться, ну и, допустим, в Анапе пляж есть каменные пляжи, здесь настил деревянный, и, ну, можно более пологие их сделать, но не убирать, вы видите, просто, ну, я уверен, что должны вспомнить, как здесь было, и посмотрите, как здесь стало. Это пляж, если по цифрам, джемоте 3, у нас получается джемоте 2, это самый центральный в джемоте, джемоте 1, туда дальше. Ну что, здравствуй, моречка. Сейчас, возможно, тучку пронесет, и станет опять красиво. Эх, ветерок, ветерок, немножко есть все-таки, хотелось бы прям вообще шикарную погоду, но все говорится по факту, все как и есть. Ух, ух, ух. Я вообще прям хочу купаться, ребята. Море огонь. Ну что, привет, ваши холодные города. А то вы, пет. Не обижайтесь на меня, я еще раз говорю вам. Ну, вот такая погода, обещают еще теплее, обещают еще красивее. Я надеюсь, могу ею делиться с вами каждый день. Если сегодня все успею, то, возможно, сегодня будет первое купать. Но нет, завтра уже. Завтра уже прям по-любому надо будет купаться. Господи, дай нам хорошую температуру воды. Друзья, я вас приглашаю на просмотр любимого моря. Приглашаю на фотосессии, записывайтесь. Уже конец июня почти разобрали, там другие месяцы по закатам. Дневных съемок еще много. Если вас интересует именно закатная, она самая дорогая, еще раз хочу сказать, съемка, то, пожалуйста, обращайтесь уже, наверное, сейчас. Также сдается квартира 40 лет победы. Также, друзья, любые варианты витязио жилья. У меня друг занимается подбором. Обращайтесь без проблем. Поможет, Джаник вам все подберет. Очень много у него прям хороших отзывов. Также Светлана сдает гостевой дом и квартиру жилья Кавказ. В общем, так вот и живем. Всем хорошего настроения и приятного просмотра любимого Черного моря. Светлана 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 Вот такая красота. По-другому не скажешь. Не убавить, не прибавить. Намочил и попу, пока сидел и намочил ноги. Но я думаю, это того стоило. Шум прибоя, как море говорит, это неповстримо. Каждый день это. Звук совершенно разный. Чуть-чуть по-другому ветер, чуть-чуть по-другому челюсть волны. Я надеюсь, получается передавать все это настроение и красоту, друзья. Что бы еще хотел добавить? Отвечу на некоторые комментарии. Квартира на 40 лет победы, к сожалению, не моя. Она нашего подписчика канала. Если посмотрите, есть до этого ролик, сдается квартира. Сейчас мы ее будем приводить в хорошее состояние. Квартира работоспособная. И она будет сдаваться. То есть, для еще раз, для тех, кто в танке, налоги все аренды сдавать не будут заплатить и переживать. У них так принято в той стране, в которой она живет. Чтобы все было по закону. И, друзья, здоровье самое главное. Все остальное будет. Море пока еще с нами. Ну, я еще с вами. Не забывайте поставить лайк, дизлайк. Пишите все, что вы думаете. Все, что вы хотите увидеть и слышать на канале, так же отправляйте мне ВКонтакте. Если где-то происходят какие-то события, пишите о них. Я думаю о том, чтобы попасть на 400 ступеней, чтобы показать, что там как разрушено, как все это выглядит. Ну, посмотрим. Пускай там немножко подсохнет уже, потому что дорогу туда честно трудно доступны. Сюда, думаю, мы на машину, я думаю, проедем, но там, говорят, прошли селья. После селья там обвалы, завалы на дорогах. Как-то себя сам отговариваю. Будет. И такое видео. Сюжет, как же, сегодня, либо завтра с утра. Смотрите, будет видео сюжет про один из поселков. Если я подсниму, расскажу, какое-что там интересное. И будет еще сюжет, как мы и почем покупали в эту квартиру там всякие разные принадлежности. Узнаете, почем можно и где под вещебный купить в Анапе. Простыни, там какие-то полотенца. Ну, все, что надо для прошлой жизни. Будет обзор на два магазиначика. Один прям полный обзор, второй мы так зашли, поинтересовались. Нам сказали, 10 числа будет скидка. Нам 4 комплекта от селья надо. Поэтому целесообразно прийти там на 600 рублей или самых щебли купить. это средний, так говорится. Поэтому будем экономить немножко. Всем пока-пока.